2005 года в центре служу, а на должности я всего лишь навсего 10 месяцев. То есть вы увидели все, как развел вас в 2000 году? Да, я это видел и пытались повлиять. Следующий, это был, я вам скажу, хочу сказать, 21-го, 11-го, 2008-го года, ноябрь 2008-го года. Реакции, ответа я не нашел на это обращение. Следующий идет, 29-е, 01-го, 2009-го года, год проходит, Меському Голови. Опять же, подписал полковник Кацеян, ну командиром, я у него был заместитель. Что опять, командование военно-військовой частины повторно доводит до вашего видома, что земельная дельянка площадью 51,5 тысяч гектаров, короче, 51 гектар с половиной, находится на балансовом облике нашей военно-військовой частины и належит до земель Министерства обороны, згідно Державного акту 95-го года, который у нас, вон, копия его есть, у нас не было его основного. И на представе выше вказанного просимо не разглядать питание про распредел земельных делян на территории військового містечка 62 за адресу Миколаев, улица Ливаневцев, 25, без представників КЕВМ, Миколаева та військовой частины. И опять, в оконком Адмиральска, 20, входящий номер, телефон стоит. Это у нас январь 2009. Так, мы найдем тогда в архиве полностью все ответы. Так, это можно найти легко, понимаете, и сейчас. Вопрос в другом. Отвечает Мороз ОИ. Я так думаю, что Александр Иванович у нас такой или... Да, вот он, я думаю. Вопросы 35, 05, 32. На ваше взглянение, что на дня земельных делянок физичным и юридичным особых, разглянуто, доводиму, что Державный акт погашено, это 2009 год. Так вот у меня и вопрос возникает, а почему же 2009 года в суд не обратился? Обращались. Все были суды, понимаете? Эти все суды исходили или тихонечко спускались на тормозах, или делалось так, чтобы исходили все исковые сроки. И потихонечку ложилось все под судно. Ну, здесь дальше у нас был ответ от прокуратуры, заступный прокурором мистера Николаева. Это все было 23-го, 9-го. Все было потому, что была поставлена задача начальнику контрольно-ревизионного вида в районе Курса-СВ. У нас была ревизия от имени городских властей, и тогда, когда был запрос от этого ревизора, товарищ начальник управления Дробот-ВВ надал письмо, и тут же пришло нам ответ от этого самого прокурора, заместителя прокурора точнее, и от городков головы витпоеде на наш официальный запрос. Все остальное время было только на словах. Или не приходили ответы, или решался. Я не был в то время командиром части, и не могу комментировать вот этот весь процесс. Крайнее, что вот я просто дальше был опять после ответа, шановный Владимир Дмитриевич. Владимир Дмитриевич, обращались. Враховуючи выше вказанное, переконливо просим у вас питание про відведение, распредел и передачу использования земельных делянок, расположенных на территории ВСМ-62, без поведомления командования ВСМ-24-8, и кириумиста КВМ-Миколаево, не рассмотреть. То есть никаких информационных, письменных информаций к нам не приходил. И прокуратура, присутствующая на каждом заседании сессии, ни разу не выносила протест на решение Миколаевского Минского Совета. Ну какая-то вот я нечестно... Я вот тоже не могу понять, понимаете? Ну хорошо, я дальше здесь вот обращение, обращение, обращение. Спасибо, мы услышали. Дело в том, что мы, навряд ли, истину сегодня закопаемся. У меня есть такое предложение. Давайте комиссии, сделаем решение, профильная комиссия наша, поручим нашему мэру, чтобы он все-таки обратился в правоохранительные органы, по факту, учитывая новый наш кодекс, по факту возбудили уголовное дело. Провели проверку в рамках этого уголовного дела, допросили всех, стороны, которые, ну тут перечисляют их очень много. Второе обращение сделать в суд, что раз у нас мы обратились в правоохранительные органы, идет открыто уголовное дело, не рассматривать данный вопрос до момента, пока не будет решения по уголовному делу. И у нас есть специализированные органы, которые должны провести проверку, пусть они нам скажут. И это будет позиция для юридического департамента и представителей интересов городской ароматусы. Какие еще есть предложения? Есть предложения не заниматься фазуистикой. Давайте будем... Я не знаю, кто молодой депутат, кто нет. Вряд ли заместитель губернатора в прошлом, или председатель областного совета, или лидер крупнейших фракций в областном свете. Можно назвать молодым депутатом. У нас 35-ти нет. Таким-то... Ну, так зато, когда вы начали. Опыт огромный, и, как бы, я думаю, компетенция, вашей компетенции, ну, вряд ли кто-то здесь сомневается, как бы, и в подготовке юридической, и другого рода. Можно? Я здесь хочу сказать, коллеги, мы этим популизмом не будем заниматься. Это коллегиальный орган, сессионное решение. Вот. Поэтому прокуратура и обратилась в суд, потому что некого тут, в коллегиальном органе, так сказать. Второе, ну, если заходить куда-то в глубокую историю, не давая никому оценки, ничего невозможно было без командира воинской части центра боевой подготовки. Там было 5 или 6 командиров за тот период 2006 года. Все до единого, они согласовывали эти решения. Все. Это не к нам вопрос. Это хоть занимается военная прокуратура своими работниками. Поэтому единственное, что надо сделать, надо не быть сторонним наблюдателем. Здесь присутствуют жители, военные, которые тоже жители, все жители, да. У каждого есть свой интерес. Так, у меня вопрос есть. Разве это правильная позиция направить вот такое письмо, письмо, которое просто дает возможность устраниться вообще от судебного разбирательства городскому совету. Фактически направлено письмо о том, что принимаете участие без нас, мы согласны, учитывая там обстановку. Это неправильная позиция. Надо рекомендовать городскому голове направить юридические службы в суд и, если жители так просят, пусть городской совет обратится в суд, чтобы привлекли третьими лицами жителей. А если уже привлекли, так и работайте вместе в этом направлении. Юрий Александрович.